Всем привет! В последнее время мне все чаще и чаще задают один и тот же вопрос, а именно, что делать, если после нанесения макияжа на глаза, глаза начинают слезиться, особенно во внешних уголках глаз, текут слезы, все смывается, и таким образом макияж абсолютно не держится. И таких вопросов я не знаю почему, я получаю в последнее время десятки просто, и каждому отдельно отвечаю, а потом поняла, что наверное стоит снять видео на эту тему и разобрать ее для того, чтобы потом на это видео я могла ссылаться и помогать тем, кто его не посмотрит во время того, как вы сейчас будете смотреть, когда оно свежее. Любая, скажем так, слезливость глаз, если можно так выразиться, кроется в их чувствительности. Чувствительность бывает двух типов, первое это более механическая чувствительность, и что я здесь конкретно имею ввиду, это когда глаза начинают слезиться от какого-то воздействия на них, именно механического, то есть вы берете кисть, начинаете, к примеру, наносить тени на внешний уголок глаза, или в целом просто наносить их вокруг глаза, то есть дотрагиваться кистью, если кисть не очень мягкая, да даже если и мягкая бывает такая сильная чувствительность, начинают глаза сразу слезиться, вот буквально вот только-только вы прикасаетесь, сразу видно эту реакцию. Если это не ваш случай, и скорее всего, если вы не знаете, из-за чего слезятся ваши глаза, то скорее всего, это как раз-таки не ваш случай, потому что с такой механической чувствительностью глаз люди зачастую сразу знают, сразу предупреждают, что глаза сразу начинают слезиться, если вот тыкать кисточкой в них. Что касается второго типа чувствительности, то это чувствительность уже конкретно на косметику, может быть и комбинированная, то есть и механическая плюс какая-то аллергическая реакция, и я сейчас говорю не на конкретно, там прям аллергию, да, на какой-то компонент, но бывает, вот такая вот вызывается реакция чувствительная из-за того, что попадают частички, микро-частички теней попадают в глаз, и глаза очень сильно начинают слезиться. Если у вас глаза слезятся, то что вам нужно приучить себя делать, это когда вы набираете тени, обязательно вот так вот несколько раз кисть струшивайте для того, чтобы вся основная пыль улетела и не оказалась у вас в глазах. Так, пускай вы будете расходовать чуть больше косметики, потому что по большому счету, если вы чуть-чуть вот так вот будете струшивать, то, ну, частично косметика будет больше расходоваться, но это настолько мизерный процент, что он того стоит, эта жертва того стоит, чтобы просто макияж лучше у вас смотрелся на глазах. Это как первый вариант. Второй, это очень деликатно наносить, вот особенно на нижнее веко косметику, вот буквально вот совсем как будто бы перышком, еле-еле нежно-нежно наносите, не старайтесь тушевать, потому что я уже делала видео тоже на эту тему, от того, что вы больше будете прикладывать усилий для растушевки, тени не растушуются от этого лучше. Вот такой вот парадокс, тени тушуются как раз таки, если совсем-совсем легко держать кисть, и вот если у вас не получается, возьмите ее не за основание, а возьмите ее вот за кончики. Постарайтесь очень-очень-очень деликатно вот так вот проходиться и тушевать тени, буквально еле-еле касаясь, вот буквально как поглаживая себя по веку, и посмотрите, как у вас получается. Если же все равно глаза начинают слезиться, возможно, это тоже кроется в конкретной реакции на какие-то тени. Я зачастую заметила, что чем дешевле бюджетные тени, тем больше вероятность того, что это произойдет. Конкретно у меня тоже такой случай, я не могу на глазах у себя использовать китайские тени, если я их использую, я их использую крайне редко, и вот таким вот, как я рассказывала, очень такими мягкими движениями, чтобы вообще ничего у меня не попало на слизистую глаза. Если что-то попадет, я 100% знаю, что у меня начнут течь слезы, очень сильно начинают резать глаза, и продолжается это очень долго, даже после того, как я смываю макияж. Бывает чуть-чуть буквально послезяться, потом пройдет, то есть в зависимости от того, сколько попадет продукта на слизистую, такая сильная или слабая у меня реакция. Но тем не менее, на китайские тени у меня такая реакция всегда присутствует, и когда я делаю макияж клиентам, и особенно клиентам, которые предупреждают о том, что у них есть такая особенность, да и в принципе всем, я делаю макияж с помощью дорогих теней, и вот конкретно две марки, которые вот мною проверены, и ни разу еще не вызывали вот такую вот реакцию у клиентов, это марка LORAC и марка Too Faced. Вот эти две марки вот такие действительно проверены мной уже не один раз, и даже клиенты, которые ко мне приходили с такой серьезной чувствительностью глаз, когда я даже дотрагивалась вот так еле-еле до глаз, и уже начинали капать слезы, то все равно потом я очень-очень деликатно этот макияж заканчивала, и спрашивала потом на следующий день, как он держался, никто не жаловался, все говорили, что очень хорошо держится. Что касается тоже бюджетных теней, это не обязательно должны быть китайские, да, тени, которые там такие палетки большие, там по 80 теней, по 120 теней, это не обязательно такие совсем дешевые варианты, это может быть и масс-маркет, на что конкретно, на какой компонент этой косметики у вас может быть реакция, неизвестно, потому что у каждого настолько индивидуальная чувствительность, что никогда не предугадаешь, и честно сказать, вряд ли, вот после того, как вы посмотрите это видео, вы пойдете там сдавать анализы, тестировать на какие компоненты у вас аллергия, ну очень вряд ли, я сомневаюсь, что это случится, поэтому если у вас есть такая проблема, попробуйте пользоваться какими-то более дорогими тенями, и старайтесь не пользоваться тенями с блестками, вот конкретно с частичками блесток, которые везде разлетаются и попадают в глаза, лучшие текстуры это матовые текстуры, сатиновые текстуры, которые плотнее имеют сцепление с кистью, и таким образом меньше попадают вот этой вот всей пыли в ваши глаза, я очень рекомендую палетку вот эту Lorac Pro Matte, здесь всего-напсего 8 оттенков теней, они все матовые, но это вот самое, я не знаю, самое что ни на есть, лучшая подборка теней, то есть имея вот это, уже в принципе ничего из матовых теней вам больше не понадобится, ну для того, чтобы создавать какой-то такой стандартный, скажем так, салонный макияж вечерний, то же самое касается вот этой палетки от Too Faced Natural Matte, тоже вот просто обалденно классно продуманная палетка, если вы любите теплые оттенки теней, возьмите ее, потому что вот эта более нейтральная, вот эта же более универсальная, здесь есть ряд холодных оттенков, есть ряд таких вот совсем холодных, ну это скорее ряд нейтральных оттенков, то есть такие вот, они не имеют какого-то ярко выраженного подтона, вот это ряд холодных теней и вот это ряд теплых теней, то есть вот все спектры у вас будут сразу охвачены. Абсолютный мой фаворит Ларак Про, до сих пор я ее очень многим рекомендую, потому что это тоже палетка, которую вы затрете 100% до дыр, и она у вас лежать без дела не будет. Очень хорошая растяжка теней, такая повседневная гамма, очень качественные тени, практически все за редким исключением, вот этот оттенок шампанги, например, не нравится, и он как раз-таки имеет вот эти блестки, которые я рекомендую, чтобы вы избегали. И последнее, что бы я рекомендовала, это Too Faced Chocolate Bar, у них уже есть несколько разных вариантов, там Semi Chocolate Bar, Bon Bons тоже у них уже вышло, то есть в зависимости от того, какая растяжка вам просто нравится, такую берите, мне конкретно первая больше всего нравится, и тоже очень часто я пользуюсь и на клиентах, и на себе этими тенями, и ни разу не было вот такой вот реакции, о которой я говорю. Это, в принципе, все, что касается этой темы, надеюсь, что я ее, вернее, у меня получилось ее так более-менее осветить, для того, чтобы вы разобрались в том, как с этой проблемой бороться, как ее обходить стороной, попробуйте обязательно все мои рекомендации, и напишите внизу, помогли они вам или нет. Я, в принципе, на 99% уверена, что рекомендации мои помогут, если вы будете придерживаться всего, о чем я говорила. И на этом я буду заканчивать это видео, надеюсь, оно вам понравилось, ставьте обязательно пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, и мы с вами увидимся в следующих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok